Здравствуйте, дорогие зрители! Усаживайтесь поудобнее, потому что в ближайшие 5-6 минут мы будем сообщать вам последние сплетни из жизни латинских звезд. Итак, первая новость у нас об обручении Адамаре Лотос. Тони Коста, испанский танцовщик, с которым Адамаре познакомилась во время танцевального конкурса на Юнивейсион, сделал ей предложение. Итак, совпало это событие с ее днем рождения. Адамаре исполнилось 43 года. Ну, отец звезды в шоке. Он-то надеялся, что этот противный испанец наконец-таки сгинет с глаз его долой. И там даже, когда между Адамарией и Тони была ссора, папаша Лопес был просто счастлив. И даже по этому поводу дал интервью. Но вот она как вышла. Причем вышла-то очень романтично. Представьте себе, какая красота на пляже. Мариачи. Ой, молодец Тони. Знает, как сделать девушке приятно. Вторая новость у нас не такая вообще оптимистичная и классная. Закончился первый этап судебной эпопеи у бывших любящих супругов Себастьяна Рульи и Сесилии Галлианов. Ну, проиграла она. Вы помните, она подала в суд, потому что была страшно разозлена, что подаренную ею машину Себастьян отдал своей бывшей возлюбленной Расселе Арамуле. Ну вот, и Сесилия говорила, что там документы подделаны. В общем, там темная история. Ну, в конце концов, не смогла она это доказать. В общем, подлог документов оказался не совсем тем, о чем она говорила. И вот теперь Себастьян тоже хочет подавать в суд на свою бывшую. Ну, в общем, развлекаются как могут. Видимо, много лишних денег имеют. Я так считаю, что адвокаты Мехико потирают ручонками в предвкушении огромных гонораров. Потому что, сами понимаете, все эти тяжбы, они дорогого стоят. Ну, если людям заняться нечем, то пусть развлекаются. Жутко поссорились два аргентинских актера. Николас Кабре и Гонсало Эрреди. Говорят, что ссора была настолько серьезной, что закончилась дракой. Ну, это не просто стало мешать работе. А ведь они оба работают в одной новелле «Мисс Амегас Десемпре». Это стало просто, так сказать, ступором на пути рабочего процесса. Их нельзя совершенно сводить в одной и той же сцене. Нельзя их оставлять вдвоем на съемочной площадке. Поэтому режиссер был вынужден сделать так, чтобы они просто там не пересекались. Потому что с каждым градусом, с каждым разом, извините, градус неприязни между ними просто повышается. Это что в следующий раз-то будет? Убьют, что ли, друг друга? Ну, с другой стороны, режиссер прекрасно знал, что отношения между этими двумя никогда не были хорошими. Поэтому зачем он их свел в одной новелле, в общем, непонятно было. Хотя, наверное, он надеялся на то, что люди-то взрослые все-таки могут как-то тихо-мирно свои проблемы решить. Но, видите, ошибся. Андрес Гарсия продает свои четыре дома. Два из них в Ахуску, а два в Акапульку. И хочет получить за них 200 миллионов песо. Цена изрядная, но и дома действительно роскошные. Там два поместья, это даже не дома, это поместья натуральные. С видом на море, шикарные там виды, в общем, все очень-очень классно. Зачем он это делает? Ну, он объясняет это тем, что надо за собственностью постоянно присматривать, а он этого делать не может по причине занятости. И то, что, в общем, дома как бы без присмотра, они приходят за пустение, ценность падает каждый раз. Вот поэтому он решил их продать. Ну, единственная проблема, и Дон Андрес об этом говорит, что, в общем, не очень удачное время для продажи он выбрал. Кризис экономический в Мексике, у людей деньгами туго. Хотя тут злопыхатели говорят, что у него просто денег нет, потому что работы ему никто не дает. Ну, как никто не дает? Сейчас он, например, в театральной антрепризе опять участвует. Другое дело, что на телевизии и на Ацтеке действительно он персона нон-грата. Хотя, с другой стороны, не такой уж у него, наверное, жуткий характер. Просто-напросто мужик, он откровенный, что думает, то и говорит. Кому что понравится. Причина, видимо, в этом. Селеста Сид рассказала о том, что пытается помогать людям с пристрастием к наркотикам. И она делится здесь просто своим собственным опытом. Вы, в общем, знаете, что у нее были очень сильные проблемы, она лечилась. Но, к счастью, все, в общем, успешно. Закончилось для нее. И от пристрастия, от этого она избавилась. Она говорит о том, что она не пытается быть нравоучительной, не пытается, так сказать, мораль и нравственность какую-то там, к морали и нравственности взывать. Она просто старается помочь. Делится тем, что пережила сама. И говорит о том, что было у нее два пути. Или забыть об этом печальном опыте, как бы страшно нам сне, что не было этого, ничего такого не было, у меня все прекрасно, замечательно. Или просто выговориться, рассказать об этом открыто. Вот она выбрала второе. И последняя новость на сегодня. Восходящая звезда мексиканского телевидения, колумбиец Даниэль Аренас, решил пойти по стопам Эдуарда Верастеги. И объявил, что будет придерживаться цели Бата. А для чего? А вот ни за что не поверите. Для того, чтобы увеличить контакты с высшей силой. Зачем ему это надо? Ну, тут уже другой вопрос. Он говорит, что он человек спокойный, любит быть один, часто молится, так что затруднений здесь не будет. Ну, Верастеги-то он мотивировал свое решение тем, что он хочет встретить ту единственную, с которой заведет детей. А здесь, видите ли, более такие возвышенные причины. Ну, что, религиозность, оно, конечно, хорошо, но мужик-то молодой, 40 лет ему нет, чуть за 30. Вот, может быть, там какие-то другие причины, мы не знаем. Предполагать можно все, что угодно. Но, во всяком случае, он нам говорит, хочу, типа, контактировать с высшей силой. Вот на этом мы остановимся. На сегодня все. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. И ждем вас на следующей неделе с очередной порцией новостей.